Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня у меня для вас есть очень интересный контент. Сейчас Forbes публикует множество статей, обсуждающих XRP и его сообщество. Во-первых, статья Джейсона Бретта с заголовком «Конгресс проведет слушание по вариантам использования цифрового доллара для стимулирующих выплат гражданам». Это очень важно, потому что за последние несколько месяцев было несколько сообщений о том, что стимулирующие выплаты будут осуществляться в цифровом долларе. Цифровой доллар упоминался в прошлом законопроекте о стимулировании, из которого впоследствии был убран и упоминался снова 11 июня в Конгрессе США. И хотя он все еще находится в разработке, но уже имеет определенный потенциал. В данное время все события приближаются к точке кульминации. Прямо сейчас цифровая валюта Центрального банка, АК цифровой доллар, уже находится на рассмотрении Конгресса. В статье говорится о том, что оперативные группы по финансовым технологиям и искусственному интеллекту, созданные в прошлом году членом Палаты представителей США Максином Уотерсом, ответственны за изучение изменений финтех-регулирования, включая правовые и регуляторные структуры защиты прав потребителей и вопросов о конфиденциальности данных этих потребителей. Конгрессмен Стивен Линч, являющийся главой оперативной группы по финансовым технологиям, возглавил слушание под названием «Инклюзивный банкинг в период пандемии», использование счетов ФРС и цифровых инструментов для улучшения доставки стимулирующих платежей гражданам. Это слушание проходило в четверг 11 июня и должно оказать значительную помощь в борьбе с последствиями пандемии, а также стать еще одним шагом на пути к созданию цифрового доллара. Кризис всколыхнул весь мир, и людям нужны деньги прямо сейчас, а реакция правительств недостаточно быстрая. Деньги нужны на еду, оплату жилья и любые другие расходы, но люди получают эти деньги недостаточно быстро, потому что система сильно устарела, компьютерные системы слишком древние, и все это должно быть обновлено. Решение — это цифровые инструменты, цифровой доллар и цифровые кошельки для него, которые уже находятся в разработке довольно долгое время. В данное время конгрессмены уже обсуждают возможность внедрения этих цифровых инструментов в Соединенных Штатах. Счета ФРС — это термин, который записан в законе, и который был представлен председательницей Вотерс. Он имеет название «Финансовая защита и содействие американским потребителям, штатам, бизнесам и уязвимым группам населения». Когда-то я об этом законе вам уже рассказывал. Также этот закон дает определение термину «цифровой долларовый кошелек». Это счет, обслуживающийся банком ФРС от имени любого человека, который представляет вклады на электронном устройстве или сервисе, который используется для хранения цифрового доллара, и который может быть привязан к цифровой или физической идентификации. Короче говоря, без идентификации личности здесь не обойдется. Условия использования цифрового долларового кошелька включают в себя то, что он должен быть четко обозначен во всех выписках по счетам, материалам и другим средствам Федерального резервного банка. Изначально идея цифрового доллара была частью закона о поддержке людей для смягчения последствий экономического кризиса из-за коронавируса. Но изначально цифровой доллар не был включен в финальный вариант этого закона. Об этом я говорил в одном из своих видео. Возможно, сейчас уже наступило то время, когда они сделают редакцию закона с цифровым долларом. Эта финансовая помощь гражданам может стать финальной причиной, чтобы создать цифровую экономику. И это, конечно же, может стать предвестником принятия XRP, который для этих целей идеально подходит, и который в этих целях и развивается, и может предложить множество сервисов, которые помогут в становлении нового цифрового будущего. 8 июня Форбс выпустил еще одну статью. Китай может вынудить Трампа и ФРС уничтожить банковскую систему США. Дональд Трамп разжег длительную войну с Китаем, что ему вряд ли поможет в кампании по переизбранию президентом США. В то же время Китай готов к запуску цифрового юаня, что может создать огромные проблемы для банковской системы США, так как такая конкуренция подталкивает Соединенные Штаты к ускоренной оцифровке своей собственной валюты – доллара. Федеральный резерв предупредил Центральный банк о том, что цифровые валюты однажды могут заменить коммерческие банки, создав депозитную монополию и этим самым уничтожив банковскую систему. Старую банковскую систему. Конкуренция, одержав создание цифровых валют, обязана привести к ускорению разработок в этом направлении. Поэтому, дамы и господа, добро пожаловать в 2020 год! Год гонки цифровых технологий, год цифровых активов, год, когда XRP могут назвать цифровым активом года. Мне кажется, что цифровой юан и цифровой доллар станут катализаторами для дальнейшей глобальной оцифровки финансовых систем, и XRP станет центром всего этого, так как он уже готов занять это место. И мы уже давно ждем подобных катализаторов для него. Первая живая цифровая валюта Центрального банка уже была создана, а создание цифрового доллара обсудили в четверг 11 июня. Посреди всего этого беспорядка с кризисом и пандемией, они должны создать цифровой доллар в следующем стимулирующем пакете финансовой помощи. И я думаю, что так и произойдет, учитывая то, что все эти обсуждения происходят публично. Первый раунд стимулирования помог им оценить реакцию общества, понять, как люди относятся к такой помощи, осознать провал первого раунда стимулирующих чеков. В этот раз люди не получат чеки, в этот раз люди получат пакет помощи в цифровом долларе. Цифровой юань находится в режиме готовности и должен быть запущен. Но Китай откладывает это, что в принципе уже не важно, так как он все равно появится в 2020 году и запустит тенденцию, которая позволит понять, как много центральных банков уже подготовили свои цифровые валюты. Весь остальной мир следит за процессами и осуществляет собственные разработки. Они уже готовы к смещению глобальной парадигмы и не пропустят это. Однако все это происходит незаметно для 99% населения, которые отличены совершенно другими проблемами. Цифровой век наступает, а люди этого даже не замечают. Или точнее, им не дают этого заметить. Остальная часть этой статьи говорит о том, что цифровые деньги гораздо быстрее, эффективнее и дешевле. Они излагают факты, которые убедят вас принять цифровые валюты. Дональд Трамп не позволит существовать цифровому юаню без ответа. И ответ этот носит название цифрового доллара. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!